Фотографии водопроводной воды черно-коричневого цвета были сделаны жителям дома номер 66, расположенного на улице 4-я линия. В одном из рязанских интернет-сообществ автор фото пытался узнать у рязанцев причину появления темной воды. Объясните, как в этом подмывать ребенка. Это происходит каждый месяц. Опубликуйте, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь знает, в чем проблема? Реакция на вопрос последовала довольно бурная. У меня такой же вопрос из конищева. Вчера купать не стала, потому что из крана болото текло. Водоканал говорит, что у них все окей. Та же ситуация на улице Магистральной в Приокском. Причем очень часто. Ужас. В конищево частенько такое бывает. Ответы на вопрос о том, почему из крана течет темная вода, не последовало. Вместе с тем, исходя из комментариев, стало понятно, что дом на улице 4-я линия не единственный, в котором существует подобная проблема. Правда, на данный момент ситуация здесь нормализовалась. Сейчас нормальная. Была неделю. Дня три назад, может быть, чуть-чуть такая рыжеватая шла. Из горячей воды, холодной, нормально все. Решить проблему некачественной водопроводной воды можно раз и навсегда. Для этого необходимо обратиться к правозащитникам. Не так давно в деревне Турлатова Рязанского района жителям удалось отстоять свои права. Когда люди в течение трех лет использовали только воду из родника, потому что пить в Турлатове воду было нельзя. Не только пить, даже стирать этой водой. Вся сантехника, весь фоянс превратился просто в ржавую все. И в суде мы доказали. Рязанский районный суд выносил решение об освобождении в течение трех лет этих лиц, которые не пользовались этой водой фактически. Взыскание компенсации в пользу каждого члена семьи, который обратился к нам за помощью. А также суд постановил обязать администрацию управляющей организации восстановить водоснабжение, которое отвечало бы требованиям качества безопасности. Кроме этого, после судебного разбирательства можно добиться подачи чистой воды в дом. После судебного решения через несколько месяцев была построена новая станция обезжелезивания, которая, собственно, и повлияла на улучшение состава воды. Что повлияло на обращение в суд? Люди, которые первично пришли к нам, они проводили в двух независимых экспертных организациях экспертизу по составу безопасности и качеству воды. Так вот, обе независимые организации, одна из них, по-моему, в Москве, дала понять, что эта вода просто опасна для употребления. Борьба за качество водопроводной воды – дело рук самих жителей проблемных домов. Многочисленные посты в социальных сетях говорят о том, что проблема на этом уровне пока не решается. Отстоять свои права можно только при поддержке правозащитников и общих усилий большинства жителей дома. Отвечать за проблемы, связанные с водопроводной водой, перед жильцами будут поставщики услуг. Если вновь вы почувствовали запах рыбы и тины от холодной воды, можно смело звонить в водоканал или отправить туда свою независимую экспертизу. Если вы заметили проблемы с горячей водой, такие же действия применимы к РМПТС. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».